МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти сто лет назад лампочка Ильича стала обычным явлением в каждом доме. Теперь настала очередь газа. Он должен найти своего потребителя в самых отдаленных городах и деревнях Сибири. В вопросах газификации, если их говорить, то для Сибири здесь пока ограничений нет. Занимая 30% российских земель, Сибирь была и пока еще остается наименее газифицированной. 6%, что в 10 раз ниже общероссийского уровня. Максимальная детализация программ газификации в каждой области. Такова установка дня и для газовиков, и для представителей власти. Все инвестиции, направленные Газпромом на развитие газовой отрасли, должны быть оправданы. Проблема эта существует. Производственные мощности газовиков не всегда используются в полном объеме. В кавычках второго БАМа у нас не должно быть. Трубопроводы и, по сути дела, газификация должна быть со стопропцентной внутренней потребностью. Баланс между готовностью потребителей платить за новое сырье или возможностью окупательной инвестиции, оно сегодня должно носить абсолютно такой как бы сбалансированный характер. Ускоренное развитие Сибири сегодня – это один из приоритетов государственной политики. Выделяются крупные центры добычи – Сахалин, Якутск, Красноярский край, Иркутская область. Настало время развития газохимического производства. Новый вид сырья – метан из угольных пластов появился в Кузбассе. Удобно, чисто, а значит экологично. Использование газа как моторного топлива – это еще один вектор развития газификации регионов. Это дополнительная загрузка наших газотранспортных систем, распределительных систем, то, о чем мы говорили – эффективность использования. Сегодня деятельность компании «Газпром Трансгаз Томск» – это та самая территория, о которой шла речь на совещании. В общей сложности это 12 субъектов федерации. Следующий регион – это Якутия, еврейский автономный округ, это Амурская область. Пока еще регионы, где я к основу подошел, те регионы будут входить в зону деятельности нашей компании. В недалеком будущем уровень газификации Сибири достигнет 35%. Именно эту цифру озвучил Анатолий Квашнин как наиболее предпочтительную. Татьяна Купцова, Евгений Щербаков, Алексей Дорончев. Специально для Вести Томск.